2023 еще не закончился, а представителям промышленности и властям есть что обсудить. По прогнозам профильного министерства, объем промпроизводства в регионе в этом году по сравнению с предыдущим может вырасти на 7%. Как признался временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, за последние пять лет в регионе индекс промпроизводства не снижался ниже нуля. В Сибири таких регионов два – Алтайский край и Иркутская область. Качественный рост сейчас обеспечивает самореальность. Если помните, в 2020 году мы с вами подводили фактические итоги, как мы пережили коронавирус. Сегодня мы с вами встречаемся и у нас опять все по-новому. С началом проведения СВО стало активно развиваться производство автокомпонентов, котельного оборудования и оборонно-промышленный комплекс. По данным министерства, промпроизводство составляет 27% валового регионального продукта. К сравнению, сельское хозяйство занимает 17%. Фоном для такого рывка стало импортозамещение. В 2023 год мы вступили и вдруг Китай попер. Он за это время в Китае создал очень много бош, я имею в виду, своих клонов. Алтайский край единственный в стране производит полнокомплектные топливные системы, колесные диски для крупногабаритной техники, природный сульфат натрия. Каждый пятый грузовой вагон и почти каждый третий агрегат почвообработки создан нашим регионом. Активно развивается легкая промышленность. Так, меланжевый комбинат расширяет площади. Среди проблем, над которыми сейчас работает производство, рост цен на сырье, новые площади для расширения предприятий, нехватка 3,5 тысяч кадров при больших заказах у предприятий. С июня 2021 года по 2023 год, по июнь, зарплата нашей промышленности увеличилась на 48%. То есть за два года, представьте, в полтора раза увеличилась она. То есть не считаем это нормальным, потому что все-таки нормальная тогда ситуация, когда идет планомерная и рост эмпляции, и рост заработных плат. Но опять же мы с вами понимаем, что мы не на первом месте по размеру зарплат в Сибирском федеральном округе, поэтому нам надо догоняться, это безусловно. Ну а средний показатель по Сибири 28%. То есть за два года по Сибири зарплаты выросли в плюс 28% промышленности, у нас плюс 48%. В ближайшие годы эксперты прогнозируют еще больше рост производства промпредприятий. Среди наиболее крупных инвестпроектов увеличение добычи полиметаллических руд в Сибири полиметаллы вдвое, увеличение производства топливных систем в АЗПИ вдвое и ткани в Меланжевом. Эти темпы позволят поднять долю промсектора в ВРП к 2030 году до 3. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.